Приветствую всех, уважаемые подписчики канала Старк. В сегодняшнем выпуске мы будем с вами рассматривать замену жесткого диска на SSD в ноутбуке Sony Wire. В принципе замена достаточно простой, но многие-многие люди, я бы сказал достаточно знающие люди, допускают очень много грубых ошибок при замене жесткого диска на SSD. Скажу сразу же коротко и ясно как и куда устанавливается SSD диск. SSD диск новый, который вы купили, устанавливается в слот, где ранее был или в данный момент установлен ваш нынешний жесткий диск. А жесткий диск извлекается и устанавливается, где ранее был или сейчас установлен DVD привод. Для того, чтобы жесткий диск установить в место, где находился DVD привод, то есть перед этим нужно соответственно привод извлечь, нужно купить на Алиэкспресс специальный адапт. Или, как говорится в простонародье, салазки. Они достаточно дешевые, стоят они в районе 200 рублей. Но перед тем, как покупать, нужно обязательно узнать размер вашего привода. Потому что есть ширина 12,7 мм, есть ширина 9,5 мм. То есть на более старших моделях поколения 13-15 годов ширина привода обычно 12,7 мм. Почему делается именно так? То есть извлекается жесткий, вставляется на место привода, а вместо, где был жесткий, устанавливается SSD. Дело тут все достаточно простое. Видите ли, для жесткого диска нет никакой разницы, какой у него будет SATA разъем. SATA 3 или SATA 2. У него скорость передачи данных настолько низкая, что ограничений по скорости передачи данных SATA на него никак не накладывают. В то время, когда на SSD ограничения накладываются еще какие. В данный момент SSD, который я сегодня купил, у него максимальная скорость чтения данных 550 мегабайт, а записи 520 мегабайт. У SATA 2 ограничения на чтение и запись 300 мегабайт, в то время, когда у SATA 3 600. То есть если вы установите SSD в SATA 2 разъем, то ваш SSD будет сразу же ограничен в скорости до 300 мегабайт. И больше он не разгонится, потому что на SATA 2 есть такие ограничения. В большинстве ноутбуков на месте жесткого диска установлен SATA 3 порт, а на месте DVD-привода SATA 2 порт. Но в более современных ноутбуках установлен SATA 3 и там, и там. А в самых старших поколениях, то есть 9-е года, 11-е, 12-е, обычно устанавливаются SATA 2 вместе DVD-привода и вместе жесткого диска. Потому что в те времена еще не настолько развивали SATA 3 порты. Да, они уже появлялись, но устанавливались ноутбуки, они уже гораздо позже, в период, наверное, 15-16-х годов. Вот в принципе зачем и почему нужно устанавливать на место жесткого диска SSD, а на жесткий диск устанавливать на место DVD-привода. Если у вас, конечно, достаточно жирный SSD, то есть там на 500 гигабайт, да, то есть вы можете оставить DVD-привод, а жесткий диск просто убрать куда-нибудь в долгий ящик или выбросить, вообще он вряд ли вам понадобится, и установить SSD на место жесткого диска. Но если у вас маленький SSD, примерно там 60-120 гигов обычно покупают, да, в районе там полутора-двух тысяч, то, соответственно, поступайте именно так. Но, смею заметить одну важную и значимую роль. Я всегда стараюсь не устанавливать SSD и жесткий диск в паре, то есть вместе на одном компьютере, то есть на одной машине. Почему я это делаю? Даже если вы будете использовать ваш SSD-диск как основной носитель операционной системы, даже если вы будете его использовать как носитель всех программ, игр и приложений, которые нужны вам для максимально производительной работы, все равно часть какой-то информации будет загружаться на диск D, то есть на второй диск, на жесткий диск, на ваш. Какие-то фильмы, какие-то дополнительные программы, потому что память у SSD-диска ограничена, соответственно, вы всегда будете что-то подгружать и на ваш жесткий диск. Вот здесь возникает уже конфликт. Информация отобразится на вашем мониторе только тогда, когда жесткий диск закончит свою обработку. То есть жесткий диск справится с передачей информации, получением и чтением записи данных, но жесткий диск будет справляться с ней гораздо-гораздо дольше. Из-за этого будет возникать поздняя задержка. То есть информация выведена на монитор только тогда, когда ваш жесткий диск закончит работу. Несмотря на то, как бы быстро SSD не старался. Поэтому, если вам не хватает памяти, вы берете сразу же большой SSD, либо делаете, как делаю я. То есть сперва купил на 250 гигабайт SSD, чуть позже установил еще на 250 гигабайт второй SSD. В принципе, так будет более-менее грамотно и, я думаю, правильно. В данный момент мы рассматривали именно ноутбук, но все то же самое можно отнести и к компьютеру, касаемо именно парной работе и разъемов SATA. Не рекомендуется достаточно производительный SSD, там, скажем, где скорость чтения записи выше 550 мегабайт или 500 мегабайт, устанавливать в разъемы SATA 2. Только SATA 3, запомните это. Ну, в принципе, на этом все. Кому понравился данный выпуск, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. До следующих выпусков. Пока.